Всем привет! Сегодня мы будем слушать Noize MC, трек называется «Букет крапивы». Вы там много просите, чтобы я послушал Noize MC, но вот как бы из всех, мне кажется, чаще всего букет крапивы просит. Ну ладно, давайте послушаем и узнаем, что нам хочет донести Noize MC. Неплохо. Взбивший в ливень грозовые облака. Мы прошли через все с тобой пару раз, но, наверное, все это еще не все. Но небеса или в гиену отправят нас, это будет буританов решать осел. Навек дальнейшую очередь затянув, и в сердцах мироздания мы теряем. Я не думал о тебе целых пять минут, это значит, я сознание потерял. К ночи поднялся песок, буря наших ссор, значит, сон будет краток и чудот мой. Я не звонил тебе целых девять часов, значит, я с Дальнего Востока лечу домой. Но мы связь держим даже без номеров, между нами давно есть прямая линия. На ней бусами виснет без номеров, и я не помню, чтоб сигнал мой хоть раз не приняли. Жизнь красива, как букет крапивы в раненой руке. Как на небо взгляд Христа из-под тернового венка. Но ты моя, анестезия, брод в отравленной реке. Яркий луч, пробивший в ливень грозовые облака. Мы билеты взяли в один конец, в бесконечности навсегда. Я тогда был зеленый, совсем юнец, одержим тобой как сектант. Мы росли в этой желтой стреле, тебе давно знаком этот пассажир сутулый. Помнишь, ты от меня сбежала в окно на перрон в орле? Хорошо, что потом вернулась. Мы прошли через все с тобой пару раз, и вместе дальше пойдем, еще раз пройдя. Пусть сломалось перо, струна порвалась. Если песня о любви, значит про тебя. Без тебя весь мой рэп неудачный дубль. Я всегда тебя в зале ищу глазами. Если я пять минут о тебе не думал, это значит, что я потерялся. Так романтично. Жизнь красива, как букет крапивы в раненой руке. Как на небо взгляд креста из-под тернового венка. Но ты моя, анестезия, брод в отравленной реке. Яркий луч, пробивший в ливень грозовые облака. Вот, друзья мои, вот не знаю, что бы там кто мне не говорил про Нойз МС, вот чем он хорош. Ну, во-первых, девочки любят романтику. Тут романтично. Тут про любовь. Вот так как вот. Из-под воль, полномеком. Ну, красивенько. Во-вторых, вот я сейчас, так сказать, читаю роман Оксимирона, написанный им. И пытаюсь прорваться сквозь дебри его мыслей, его философии, его каких-то там нагромождений. Вот, и это не всегда удается. И мне все пишут, что вот ты такая рассекая, там читай заранее тексты и вообще смысл понимай и так далее. Я уже говорила, говорю и буду говорить. Я, во-первых, занятая женщина. Мне некогда читать. Мне некогда, когда мне там кто-то что-то объясняет. Потому что, друзья мои, искусство, оно должно быть достаточно близко на поверхности. Да, может быть мудрёно, но не всё подряд. Вот вам пример Нойз МС. Всё ясно и понятно у него всегда, понимаете. Как бы он мудрёно не написал, оно понятно. Поэтому вот это вот отличает. То есть, вот талант, он в том, чтобы написать красиво о главном. Вот у Нойз МС это получается. Вот давно что-то я его не хвалил. В последнее время всё что-то ай-яй-яй. И вот в этот раз зашло. Мне понравилось. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok